Так, ну что, ребят, всем привет! Ролик по поводу битка. Во всех чатах гудят, что вот, смотрите, монета Астар там помпанулась одной свечой на ТХ, ну и, в принципе, днище. Кстати, мы ее покупали в закрытом клубе 14 октября, но давайте включим логарифмическую шкалу и посмотрим. Вот здесь можно было ее закупить и заработать в моменте 5, а то и 5,5 иксов. Вот, если вы ее покупали вообще здесь, на самом днище, здесь порядка 6 иксов вы могли забрать. Я не фиксировал, почему? Потому что был листинг на бирже Аббит, насколько я помню, это у нас Южно-Корейская биржа. И самый прикол, памп произошел, чтобы вы понимали, давайте глянем, памп произошел в 8 утра, а то и, ну, в 8-10 утра примерно по времени. И самое забавное, что, ну, с утра монеты обычно не пампятся, я ей подохуел, почему, какие нахер там 8 или даже 10 утра, понимаете? То есть, ну, бейтсевые кобылы. А по факту, почему произошел памп? Потому что монета пролетела просто безостановочно, да, то есть она выбила все, скорее всего, стопы шартистов, плюс особого сопротивления никаких нету. Да, они здесь есть, но по факту, если глобально взять, то тут, ну, как бы таких остановочных уровней, как вот здесь, нету. Вот, это первый момент. Второй момент, то, что, получается, да, подлетели на шартах, но и третий момент, то, что шаровый какой-то памп, видимо, чтобы собрать ликвидность. И некоторые блогеры, читал, там ждут 1 доллар, кто-то ждет там 3 доллара, 5-10 долларов. Ну, возможно ли это? Возможно. Ну, я бы не ставил круглые отметки, потому что, как мы понимаем, их не дают. И в долгосроке, если она все-таки сходит сюда, это порядка там 80 иксов монета даст. И самое интересное по данной монете, а, думаю, что я хотел сказать по поводу времени. То есть, обычно пампы происходят там с 12 до 2 ночи, ну, обычно вот в час-два ночи, если брать там по Киеву, к примеру. Вот. И потому что тогда тоже там то ли китайская сессия открывается, то ли что. И самое забавное, вот реально, что пропампили вообще с утра. То есть, когда все еще спят там, ну, то есть, обычно либо в час-два ночи, либо в 5 утра там такое бывает. Вот, когда все спят в 4 и в 5 утра. Ну, чтобы, блядь, в 10 утра, в 8 утра, ну, какие нахер в 8 утра? То есть, такого практически никогда не было. И поэтому я и понял, что Южно-Корейская, и там, видимо, разница в часовых поясах, и после этого был памп. Вот. Поэтому такой ситуейшен и произошел. Ну, в общем, такая вот ситуация. И, как мы видим, на самом деле забавно это все было наблюдать. Почему? Потому что, ну, никто не успел особо фиксануться, я думаю, на хаях единицы людей. Если бы я, конечно, знал, что он произойдет так рано, я бы, естественно, тоже дал бы рекомендацию на фиксацию. Но, опять же таки, вероятнее всего, могут вот эти отметки повторно уже и не дать. Почему? Потому что, как видим, давали вот здесь. Дали вот здесь. Допустим, дамп по типу марта 2020 года вот здесь был. Вот. Потом дали вот здесь. И потом вот здесь уже ниже не давали. Видите, вот здесь у нас было падение, но мы не сходили обновить или сквизануть. Понимаете? То есть мы сходили вот сюда, и все. И даже не дошли до вот этого уровня. Поэтому тут надо быть осторожным и понимать, что если вы фиксанулись, возможно, монета, допустим, откатилась сюда. Тут консолидация, и потом бум улетает. А сюда уже не дадут, понимаете? А профит вы там фиксанули в моменте, ну окей, вы скажете, ну так ты тут перезакупился на токапонту. Если ты закупал раньше, понимаете, закупал ниже. Поэтому, ну, то есть тут надо тоже включать мозги и понимать, какие у вас цели. Если у вас цель, конечно, заработать там пару иксов или даже 5 иксов, выйти из монеты, окей. Но если вы понимаете, что вы холдите до перехая от меток 21 года, тогда надо держать. А не вот это, что типа я там продам, потом перезайду ниже, это все дрочь. Поэтому можете за это сразу забыть. Вы так не заработаете. Ну, это мое мнение, а там уже каждый сам решает. Ну и как я говорил, в понедельник будет у нас волатильность. Так оно и происходит. Ну и в принципе, я ожидал роста. Я не буду пиздеть, что я его не ожидал. Да, я ожидал. Но, как мы видим, у нас произошло выбивание клина вниз. У меня была какая-то чуйка, но я не знаю, почему я сказал по поводу роста. То есть надо почаще говорить про рост и будет падение. Почему? Потому что я ожидал этого снижения и хотел, чтобы рынки подупали. Но я думаю, это еще далеко не конец. Почему? Ну не в плане сейчас, а вообще. Потому что, когда будет понижение ставки, там январь, март, либо май, июнь все-таки, то, соответственно, у нас будет какой-то более жесткий овал. И вернемся мы либо к тем же отметкам, откуда и стартанули, допустим, с того же октября, либо августа. Либо, соответственно, мы, может, увидим даже их обновление, либо какой-то приход, ну вот по типу, как сейчас вот здесь приходят монеты, да, то есть чуть выше они будут на несколько там процентов условно. Вот, поэтому BNB стоит ли сейчас покупать? Ну, даже сейчас, я считаю, это не ошибка. Ну, опять-таки, в долгосрок по поводу эфира. Пока под вопросом, как и по биткоину, потому что падает. Ну, биток сейчас вообще дорого покупать. Вот, Anthology тоже прохудилась, как мы видим. Далее, CRV. Тоже, видите, сбрыли ланги, я предупреждал, что эту трендовую линию будут ломать. Это вполне было ожидаемо, читаемо. Вот, тоже многие тут радовались. Вот, АЭФ попер, в итоге он вернулся уже на те же отметки, откуда и стартовал. Поэтому, ну, как бы радоваться будем в 25-м году. По сушам тоже, помните, я говорил, разгрузка еще упадет. Вот, суша тоже упала. Вот, Uniswap тоже самое говорил, разгрузка, не торопитесь заходить. Ну, и, в принципе, как мы видим, сейчас у нас продолжается данное падение. Вот, поэтому, то есть, всегда надо включать мозги, всегда надо думать и не торопиться. Потому что, когда вы торопитесь, вы совершаете ошибки. Вот, поэтому не надо думать, что, соответственно, вот, я-то познал рынок, и, соответственно, будет только Тузумун, и до конца 23-го года будет у нас там пик альцезон на пикбол раун. Ну, бред, бред. Вот, по поводу эфира классика, как мы видим, тоже у нас наблюдается снижение. Давайте глянем по поводу GRT. GRT, как мы наблюдаем, тоже сломал эту трендовую линию, вполне ожидаемо. Ну, сильного падения лютого не произошло, но, в принципе, небольшой откатик. То же самое, допустим, по той же монете Юфи. И здесь стопы по лангам подвынесли, да. Ну, и, в принципе, тоже это хороший признак для долгосрочной перспективы. Почему? Потому что сейчас мы подупали. Ну, а потом, естественно, ну, чтобы вытрусить лишних пассажирчиков. И вполне это адекватное падение. Ну, то есть здесь сколько падений? Там процентов 10, опять же таки, как и до этого. Поэтому я ничего не пугаюсь. Естественно, я ничего не продаю в минус, потому что смысла в этом нет никакого. Вот NEO там та же самая поднималась. Ну, давайте глянем. То же самое снижение. То есть рынок всегда дает закупиться, ребят. Не надо торопиться. Вот то же самое. Йота поперла вниз. Хотя здесь показывало откок. И это очевидно было, что это откок. Я об этом предупреждал. Что у нас еще есть? Такой вот VET, допустим. Да, тоже, я говорил, сломает эту формацию. Да, здесь откупили, понятное дело. Но все равно, как бы, за лонгами сходили. Я предупреждал. Да, берегите шарты. Но я говорил еще, что нужно быть осторожнее вообще с маржиналкой, в принципе. Потому что могут возить. По поводу VazerX, как мы видим, после этого пампа откатывается. Вполне ожидаемый откат. По поводу TKO. То же самое. Здесь откатились. Вернулись на те же отметки. Ну, то есть, как я говорю, рынок дает закупиться. Но вот, по некоторым монетам не дает. Вот, по типу сейфпала. Я был бы рад, если бы дали хотя бы по 50 центов. Ну, хотя бы. Хотя бы. То есть, это снижение, ну, всего лишь на минус 30, там, процентов. Понимаете? Но не дают. Не знаю. Придется, по ходу, с текущих добирать данную монету. Потому что Binance ее люто выкупает. Потому что, естественно, сейфпал за партнерин с Binance. Ну, и главный кит там тоже Binance, я думаю. И, может быть, еще какие-то фонды. По третьей, это FUEL. То же самое. Снижение. Я говорил, что оно будет. Я говорил, что оно будет. Поэтому вернулись к тем же отметкам. И не надо было торопиться. По нерв протоколу давайте глянем. Тоже снижение. Хотя многие говорили. Та ты шо? Там сейчас улетаем to the moon. Тоже там по Evalanche. Помните, нам рассказывали, что типа там 50 долларов. Там уже 100 долларов в новостях. Ну, естественно, нихера этого не было и не будет. Вот, по HBAR тоже я предупреждал. Выше мы сразу не пойдем. Ну, и как минимум, в принципе, вот у нас ложный пробой. Бум. Закопились, упали. Поэтому уже коррекция отсюда минус там 15%. Да, это может быть копейки, но по сути все равно она произошла. И она была ожидаема мной. Вот, по поводу Solana. Падение пока что не произошло. Но я думаю, все еще впереди. По поводу линка. Ну, пока болтаемся на одном месте. Тоже нифига такого интересного. Что еще? Давайте анонимные монетки. Как обычно у нас Zcash. По поводу Zcash. Вот Zcash хорошо, кстати. Сходил, сломал трендовую линию. Вот минус 20%. Поэтому Zcash вообще замечательно. Себя повел, я считаю. Dash аналогично. Тоже сломал трендовую линию. Ну, ничего сказать не могу, потому что стоит на месте. Его наоборот выкупают. Помните, по монете Just я также советовал и говорил, что будьте готовы к просадке. Здесь как мы не вышли из этого клина. Консолидация. Ну и в принципе здесь ланги решили подбить. По поводу Just me. Давайте глянем. В Just me у нас тоже пошло небольшое снижение. Sun монета тоже монета Justina Sun. Как и Just тоже пошла на снижение. Предупреждал, что этот памп никуда мы не пойдем. Ни на какой перехай. Это сейчас просто такая загоняющая херня, которая толпу будет вгонять в ланги, там, либо на хаях залетать. Ну, то есть, как мы понимаем, рынок откатывается. По лайткоину тоже я сказал специально. Пойте, здесь говорили 120 долларов, там вся хуйня. В итоге хопа, блядь, минус 15%. Поэтому вполне ожидаемо читаем отрендовую линию. К тому же сломали немножко. Вот, пейлис той же самой. Смотрите, вот, что у нас произошло. Давайте сейчас уберем вот эти процентики, что у нас тут происходит. Вот, и, соответственно, самое забавное, действительно, вот у нас произошел слом трендовой линии. Это первое. Второе, как мы наблюдаем, бесконечного роста не произошло. В уровне сопротивления и выше не пошли. То есть, ну, вполне ожидаемое падение. То же самое по TLM, вот, по Dark. То есть, сейчас не хочется толпе покупать еще. Ну, как бы по ACP тоже меня спрашивали, стоит ли покупать. Естественно, сейчас покупать не надо. Надо ждать коррекции отката. Ну, это, которое неизбежно произойдет. Уже там откат произошел на минус, там, те же 20%. Поэтому он еще будет. Не торопитесь. Рынок всегда дает перезайти. Поэтому либо по тем же отметкам, ну, либо чуть выше, понимаете. Либо вообще обновление лая. Вот. Это все реально. Это, как бы, не фантастика. Те, кто думает, что этого не будет, ну, те заблуждаются. Помните, вот здесь тоже там подоги загоняли, говорили, ребята, давайте там, ты что, бычий тренд уже начался, давайте, бегом, бегом. Вот, по шибе аналогично. Ну, и, как минимум, после этого побоили. Ничего абсолютно удивительного. Ну, от Anthology давайте, не помню, смотрел, либо нет. По Anthology тоже самое сбоили. И, как мы видим, все равно коррекция произошла. Поэтому кто-то не ожидал ее. Ну, видите, минус 18%. Ну, вполне нормально. Поэтому SXP тоже, я помню, как-то советовал. Тоже она попыталась показать там что-то. Ну, вот трендовая линия, вот она, практически была сломлена. Поэтому я же говорю, всегда надо быть предельно осторожным. Не надо торопиться. Рынок всегда дает зайти, ребята. Всегда. Ну, просто довейтесь моему опыту. Вот Pulse, допустим, тоже монета там пампилась данная. Ну, и по итогу давайте посмотрим, что тут происходит. Ну, да, подняли еще выше. Ну, давайте посмотрим, сколько она здесь дала. Дала она здесь порядка там 4, в моменте даже почти 5 иксов. Можно ли фиксануться? Да, можно. Ну, смотрите, монета, допустим, корректируется куда-то сюда, в район 45 центов, и потом улетает на перехай. И что ты будешь делать? А в итоге ты мог там ее купить вот здесь и холдить и забрать те же там 10-15 иксов, понимаете? Может даже 20. Вот. А в итоге ты проспишь, будешь ждать ее ниже, вот здесь, ну там сюда куда-то, или обновление лая. А по итогу монета улетает, и ты ее покупаешь где? Ты покупаешь ее вот здесь, понимаете? Как и сделали это в 25-м году хомячки. Поэтому, я думаю, понятно. Ну, и раз я показал Polka Starter, да, давайте покажем Polka Dot и Kusamo. Ну, по Polka Dot то же самое, как я говорил, выше этого уровня мы сейчас не пойдем. Некоторые блогеры говорили, что все, пора там покупать. Инвестируйте в данную монету, и за нее, ну, как бы, торговали, хотел сказать, топили. Ну, и, в принципе, вот у нас произошла закономерная коррекция. Небольшая, да, но она есть, самое главное, понимаете? Ну, то есть, вполне я говорил, что будет этот откатик небольшой. Да, это не лютая вал, да, это не минус 50% там, но все равно, понимаете? Вот, XDC тоже, ну, по месту болтается, по сути, ничего интересного не произошло. Ну, вот KuCoin Token, кстати. Давайте глянем, что по данной монете. Ну, вот. Здесь, как вы видите, вот у нас произошел откат. Так, опять у меня пошли там малые, большие медведицы. Эти треугольники, блядь, меня заебали уже. Вот, получается, минус 30%, вот, минус 30%, по сути. И, представьте, монета тут поконсолидируется, и все. А ты не успел, все, ты там фиксанул, да? И все, и монета там куда-то сюда откатилась, и полетела дальше, понимаете? Вместо того, чтобы холдить и заработать там до пика была рано, ты зачем-то продал. Ну, и по итогу монета улетает без тебя. Вот и все. Поэтому здесь, кстати, смотрите, как четко монета приходила к уровню. Вот здесь, получается, 16 долларов. И, соответственно, я думаю, может снова к нему прийти. Поэтому и вот здесь тоже четенько приходила, смотрите. Вот здесь тоже. И вот здесь тоже у нас ложный пробой какой-то произошел. Поэтому, ребят, монеты очень технично ходят, и мы закупали в клубе. Вот можно было по данной монетке забрать те же там ТХ уже. Да, это может быть не ультра какой-то профит, но все равно, как одна из монет, это более чем. Почему бы и нет? Вот. По поводу остальных монет, что у нас еще такое интересное? Ада Кардана, да, давайте глянем. Вот Ада Кардана тоже многие отопили. Все там летим, блядь, чуть ли не на доллар нахуй. Но по итогу, как мы видим, уже откат здесь происходил на 20%. Поэтому торопиться не было смысла. По 1 инчу давайте посмотрим. По 1 инчу что же произошло? Тоже там показали якобы памп. Вот, помните, я говорил, когда у нас будет дамп. Примерно где-то 23 числа. 5 дней у нас еще имеется. Посмотрим. Посмотрим, в принципе, время в запасе будем посмотреть и наблюдаем. По поводу алгорента тоже, я говорил, не надо залетать. Тут этот уровень мы не преодолеем. И выше, как мы видим, здесь не пускали. Здесь был запил уровень. Минус 20% в моменте уже было. По поводу ликвидации. Ну, естественно, ланги там по эфиру битку. То есть вполне ожидаемо и отчитаемо. Ликвидация на 160 лямов. Давайте посмотрим индекс страха и жадности на уровне 65. То есть особого страха толпа не испытала. Ну, лично, как по мне. Поэтому будьте готовы к тому, что еще могут выбоевать. Здесь показывают 52. Но я все равно страха не увидел. Потом давайте посмотрим, что у нас говорит Питер Бран. Говорит, я зашактил эфир в пятницу. Сказал опытный трейдер ожидает 650 за эфир. Это новость за сегодня. То есть, опять же таки, у нас до этого все ждали, там, помните, 2500 без особого сопротивления. Ну, вот я недавно говорил, как всех загнали на хаях в эфир. Гляньте ролик, по-моему, позавчера он был. Вот. И, соответственно, уже минус 10% уже ждут 650 долларов. Ну, то есть, вероятнее всего, эфир будут выкупать. Вот. Поэтому я ожидал, конечно, похожую картинку, как вот здесь. То есть, у нас был клин. Мы прорвались. И если отмерить фрактальчик, допустим, сколько это было бы, ну, давайте ради интереса замерим. То есть, взять какую-то там палку, да, вот здесь вот давайте посмотрим. Ну, примерно плюс 20%. Давайте отдалим и посмотрим, сколько это будет. То есть, плюс 20% с текущих, если посмотреть вот этот прорывчик, который должен был быть здесь, плюс 20% это как раз-таки 2700. То есть, этого не произошло, как мы наблюдаем. И это, с одной стороны, хорошо. Почему? Потому что можно эфир купить подешевле. И, в принципе, если все-таки будет дамп, как в марте 2020 года, я думаю, мы эфир вполне обратно, ну, в район 1000-1200 можем увидеть. Может, даже с обновлением Лоя, с обновлением Лоя. Сколько это будет? Ну, это потолок, я думаю, примерно, если посмотреть по уровням, давайте посмотрим, что у нас было. Ну, здесь, я думаю, 750, это максимум, что мы увидим. Ну, 500 дадут ли под вопросиком? Здесь у нас Питер Брандт ожидает, говорит, что 650 долларов. Ну, то есть, вероятнее всего, тем более, что такие новости выходят на коррекции, да, то есть, прямо сейчас. Я думаю, это специально, чтобы люди ждали ниже. Вот. И, по сути, он говорит, что вот я шарчу, там вся херня. И говорит, что эфир будет нацелен сначала на 1000 долларов, а потом на 650. Ну, на понижение ставки вполне. Ну, и то 650 долларов, я помню, я тоже говорил, что будет 500. Но, опять же таки, это зависит от того, насколько высоко цены взвинтят и насколько сильно мы упадем. Могут ли дать? Да могут хоть 500 дать, никто не спорит. Но сейчас это выглядит как специально, чтобы толпа нападений продавала, пыталась перезайти ниже и побрить шарты. Вот и все. Поэтому, и, как мы понимаем, это может быть тупо загон. Но если эфир восходящий клинт соответствует сценарию, то, получается, у нас цель 1000, потом 650. Ну, и, по сути, открыл короткую позицию в пятницу. У меня есть еще стоп без убытки, я так понимаю, да. Классические модели на графиках не священные. Они постоянно не работают в соотношении с учебниками. Ну, и также, я говорю, что не верю, что эфир может стать котируемым активом в течение следующих 10 лет. Ну, и Galaxy Digital также продолжает продавать эфир. И фонд Майка Новоградца, видите, у нас тут еще негативчику подлили. Содержал 11200 эфиров, 24 миллиона долларов на бирже Binance. И, получается, перевел на бирже Binance и также еще на сумму 71 лям. И, получается, купил 500 тысяч эфиров. Еще в 2015 году, когда эфир залистился в Виталика Бутерина, когда эфир стоил менее доллара. Он был самым первым парнем с Wall Street, который согласился инвестировать в эфир на заре его существования. Ну, и Новоградц купил 30 тысяч биткоинов в 2012 году, чтобы купить самолет, когда цена биткоина врастет до 1000 долларов. В этом году флагманская криптолюта стоила, получается, у нас 99 центов. В том году, вернее, в 2012. То есть, вы понимаете, какие акции он заработал. И, естественно, люди прислушиваются к нему, самое забавное. Вот. По поводу еще интересных новостей, что у нас говорил Питер Брандт. Буквально, там, получается, пару дней назад. Вернее, не пару дней, а две недели назад. Говорит, что эфир у нас представляет три версии цены, которые он ожидает. То есть, на данном этапе, вот у нас, получается, биткоин вырос. И, по сути, визуализация для справки. Он говорит, что, включая классический клин, он ожидает 900 долларов за эфир. Потом, соответственно, если клин пробьется все-таки наверх, составит Тайтаиста. Вот. Потом, и самое забавное, дальше он говорит, что скользящий клин с целью Тайтаиста, учитываясь текущую ситуацию на рынке. Вот. И на момент написания, говорил, предыдущие 24 часа у нас торгуется 2264. И также у нас, помните, спотовый срок, ну, по спотовому эфиру ETF, да, 25 января 2024 года. Ну, насколько мы помним, по-моему, 6 февраля было еще раз перенесено. Сек у нас это сделало. Ну, и, как мы понимаем, на феврале это перенесут, ну, а потом уже на май, июнь. Это вполне ожидаемо и читаемо. Вот у нас фонд Майка Новоградца говорит, что задампил и сбросил 71 миллион долларов по эфиру. Ну, то есть, опять же таки, как по мне, это бред и вбросы, чтобы эфир не покупали. Поэтому я склоняюсь все-таки к тому, что буду, наверное, постепенно прикупать эфир. Ну, вот, я говорил, что в идеале, конечно, накапливать его в диапазоне было, получается, 1000-1200. Но я просто слежу за фондами, за китами, они эфир просто, блядь, выедают. Понимаете, вот отсюда, начиная с весны 23-го года, они вот это тупо выжирают. По любой цене, вот это все они выкупают. Особенно вот этот диапазон, они тупо жирали, понимаете, вот это все выкупали. И даже вот так. То есть, они все это скупают, но явно же с какой-то целью. Не для того, чтобы его соскамить, а чтобы потом пропампить минимум на 5000 долларов. Понимаете, то есть, это где-то с 1000 баксов. Ну, если даже они набирали по 2, то есть, это 2,5 х. И это самое минимальное, понимаете. Я не говорю, что эффектом будет 10-15 тысяч долларов, тем более завтра. Естественно, нет. Это 25-й год. Сколько я жду? Ну, 7-9 тысяч, это вполне реально. То есть, если вы набирали его по 1000, ну, 6-7 х, ну, может, 5 х вы заберете. Если с текущих, то это где-то 3 х. Да, это не лютый профит, но это относительно гарантированные х. И опять же таки, все исходит от объема. Да. Я напоминаю, что по эферу у нас еще не закрытый гэпчик, если кто забыл. Ну, по биткоину, понятное дело, но не факт, что мы его закроем. Опять же таки, тоже под вопросом. Здесь я тоже ожидал его закрытия, и всего лишь эферу надо было сходить на 12%. Это вообще копье. Чтобы закрыть гэп, получается, на, сколько тут, 1440, да, условно, 1437 с половиной. Но мы не закрыли его, понимаете. 12% это вообще хуйня, понимаете, это чих. То есть, мы даже вот здесь сходили на минус 25. То есть, дать половину этого движения, и все. И мы улетаем. Даже вот здесь давали, минус там 40% было падение, понимаете, в ноябре. Я жалею, что не закупил. Ну, может быть, отчасти да, чтобы только эфир. Но по факту, даже сейчас эфир очень привлекательная цена в долгосроке, если у вас цель минимум 4000 лор. То есть, если минимум 2x, и вы хотите относительно гарантированный профит. По поводу битка. Давайте глянем. Давно не смотрели по поводу его, получается, гэпчиков, что у нас происходит. Вот, получается, гэп у нас образовался в районе, вот здесь, где-то 39 тысяч. То есть, я думаю, в ближайшее время мы можем его закрыть. Но, вот здесь, по-моему, не знаю, гэп, не гэп, но, может, не гэп, кстати. Вот здесь гэп у нас открытый, вот здесь у нас еще 30 тысяч ровно. Вот здесь, получается, 27 200, насколько я помню. Вот здесь у нас 20 200-20, получается, 1 100. И, получается, также у нас 11 200 и 9 700. Я думаю, понятно. Поэтому сходить как минимум вот сюда, это более чем реально, я думаю, вполне. Не, вот, и, по-моему, сходили мы, либо нет. Давайте посмотрим. На CME не сходили, потому что, по-моему, торги еще не открыли здесь. Такая вот ситуация. Давайте глянем по доминации битка, что у нас происходит. Естественно, она возросла, альты, поэтому, на этом фоне ослабли. Ну, логично, логично, да. То есть, я думаю, специально негатив подгоняет по эфиру, чтобы его сейчас никто не покупал. И ожидали ниже его, вот, да. А потом его развернут, и он полетит. Может быть, готовят более серьезный дамп, никто не знает. Но я думаю, скорее всего, чтобы не покупали, и потом цену развернуть, поэтому это так оно и будет. Потому что большинство блогеров, они все равно будут ждать ниже. И смысла в этом никакого. Как мы видим на данном этапе, ну, имеет ли смысл, когда ставку будут понижать? А сейчас, ну, явно нет, я считаю. По доминации BNB и эфира, я думаю, понятно. Доминация альтов, естественно, у нас подснизилась немножко, но какого-то лютого падения не произошло. По поводу доминации USDT, естественно, она подросла, но, как мы видим, все равно капу куда-то переливает. Давайте глянем индекс доллара и по фонде. По поводу индекса доллара. На месте телепается, ничего интересного. S&P 500, давайте глянем, что у нас происходит по нему. S&P 500 у нас пидоит на перехай, самое забавное. Вот, S&P 500 понятно. То есть у нас бычка уже там на фоновом рынке, но, как мы понимаем, у нас бычка была и вот здесь, когда у нас был 20-й год. Да, тоже нам, мы показывали здесь положительную динамику, летим там, обновляем хаи, вся хуйня вот здесь вот. И даже мы сходили выше здесь на, получается, сколько там, 21%. Ну, давайте ради интереса вот здесь замеряем 21%, здесь может быть похожая ситуация. И, соответственно, 21% это куда-то в район 20 тысяч мы можем сходить, потому что на сдаку и потом обвалиться вниз. Просто наебнуться очень жестко и это было падение. Давайте глянем на сколько, на минус 30%. Ну, вот, и давайте замерим, что я там сказал, 20 тысяч, да, получается вот здесь плюс 20, это 20 тысяч. И, получается, отсюда падение минус 30%, это где-то, ну, примерно к этим же отметкам, а то и с обновлением лая небольшого, то, получается, вот здесь с квизом куда-то вот сюда. Я думаю, понятно. Ну, в общем, посмотрим, как оно будет, отыграет, не отыграет, Dow Jones. Давайте глянем. Dow Jones, ну, вот, NASDAQ у нас уже обновил, хай, Dow Jones тоже. Вот, смотрите, у нас панда идет на опережение, то есть и по битку сейчас будут говорить, ребята, ты что там, будем 100 тысяч долларов уже в январе стоить, потому что ETF же примут, некоторые уже там рассказывают, что у нас там лям долларов будет по биткоину. Ну, ляма не будет, я уже рассказывал, поэтому херня полная. Ну, а по эфиру, я думаю, это специально. Обновление Denkun в эфириум, какой-то hard fork, я так понимаю, раскрывает важную вверху на исходе 23-го кода. И получается какое-то важное обновление, и говорят, что ключевой шаг в отношении обновления перед концом 23-го. И это у нас запуск теневой fork GAYERLY, тестирующий обновление Cancun, DNF со своими клиентами в течение следующих 1-2 недель. То есть, видите, все равно у нас развитие по проекту продолжается, какое-то обновление произойдет, новое с 2 дня назад, до падения. Потом у нас, соответственно, смотрите, спящий кит эфир продолжает продавать активы ETH. То есть, вот у нас получается тоже еще негативчику, и продал на 12,5 лямов долларов. Я так понимаю, 18 865 эфиров за 42 миллиона DAI. То есть, по-моему, 42 миллиона, если округлить 1 к 1 к доллару, да. Вот у нас Solana превосходит эфир, видите, по продажам NFT. Видите, тоже топят эфир максимально, чтобы его не покупали. Биткоин и эфир готовятся к волатильному декабрю. Это у нас была новость 10 дней назад, поскольку сегодня истекает срок действия опционов на сумму 1,9 миллиарда. Ну, как мы понимаем, дамп у нас все-таки произошел. Далее у нас, получается, топ ведущий инвестор эфира выгружает токены в эпическом шаге на фоне скачка цен. То есть, это у нас было еще в апреле, чтобы вы понимали. И самое забавное, вот давайте глянем, у нас LookOnChain, говорит, что ошеломляюще. Там 6.35 тысяч долларов скинул какой-то кейт. И, получается, на новые высоты, достигнув уровня ненаблюдашихся с 9 мая 2022 года. Ну, и, по сути, давайте глянем ради интереса 12 апреля 2023 года, что же у нас происходило и на каком этапе у нас сбросили цену. Нажимаем Alt плюс G. Получается, это у нас 2023 год, 04.12, да? По-моему, там было. Вот. Это у нас небольшой рост произошел. То есть, нам говорили, что все, у нас ребята киты скидывают. И потом у нас вот здесь произошел еще рост на 10%. То есть, сбрали шарты. Поэтому имейте в виду, что если с текущих взять те же 10%, это возвращение к тем же отметкам. Поэтому, самое забавное, может, такое даже и произойдет. Поэтому посмотрим. Наблюдаем пока за ситуацией. Вот у нас, получается, смотрите, еще 1 декабря. Это, получается, 17 дней назад, 2,5 недели назад. В случае этого сценария рискует вернуться у нас эффект на 2000 долларов. Ну, и давайте посмотрим с квизом, куда он у нас доходил. И доходил ли до 2. До 2 не доходил, доходил 2.116. Ну, и давайте посмотрим, какой же сценарий у нас может быть. И в чем же главная причина. У нас какой-то предоставленный сценарий ТД. И послужной список, sequential, говорит о многом. Точность прогнозирования цены заслуживает внимания. Ну, и в настоящее время мигает сигнал продажи на ключевом уровне сопротивления. То есть, какой-то индикатор нам об этом сказал. И, в принципе, как мы понимаем, может поездка быть 2.76. И на данном этапе 2.000 будет означать падение на 5% в краткосрочной перспективе. Далее, получается, вот у нас, смотрите. 25 ноября, буквально там месяц назад, киты эфириум начинают агрессивное накопление сигнал для быков. 25 ноября. Давайте посмотрим 25 ноября, что же у нас было. Вот здесь у нас был якобы сигнал. Получается, ну и после этого небольшой откат. Лонги немножко подзбрили. И потом дальнейшее движение наверх. То есть, немножко прогноз, в принципе, можно сказать, и отработал. Вот, поэтому и, как мы видим, впервые за 9 месяцев киты стабильно накапливали эфир в течение 9 дней подряд. То есть, о чем я и говорю, что в этом диапазоне, вот в этом диапазоне, киты люто копили вот здесь. Ну, даже вот здесь. То есть, вот это все падение они выедали. Но самое активное, они сейчас активизировались вот в этом диапазоне. Начиная, наверное, с начала апреля по декабрь, они вот это все выедают. От 1500 до 2200, понимаете? В этом диапазоне они все это выжирали. И даже сейчас они продолжают это делать. Вот. Поэтому такие вот делишки. Майк Новоградс у нас, вернее, этот Майкл Сейлор, говорит, что это бычье послание от него. И взволнованное сообщение. Опубликовал диаграмму, показывающую различные активы, которые росли с 2020 года. После того, как MicroStrategy купила свой первый кусок. Ну, и говорит, что биткоин вырос на 3,5 икса с августа 2020 года по 15 декабря. И также индекс у нас NASDAQ вырос 35%. Потом золото продемонстрировал 40%. И говорит, что биткоин это, конечно же, серьезный конкурент. И они купили, получается, 16 130 биткоинов. Самая последняя покупка около двух недель назад. И это где-то 593 миллиона долларов. Вот. По поводу еще одной новости. Аналитик прогнозирует, что отказ комиссии по ценным багам в создании биткоина ETF может у нас повести к одному из крупнейших махинаций с криптовалютой. Это у нас сегодня такая новость. Ну, и, по сути, известный аналитик высказал потенциальное влияние. Говорит, что если спотовый биткоин ETF не будет одобрен в январе, это может стать одним из самых серьезных провалов в истории криптовалют. Ну, и, по сути, я понимаю, что даже если его поймут, у нас, вероятнее всего, будет дамп. Ну, и, типа, вот, отказ SEC может спровоцировать значительный спад для рынка криптовалют. И, ну, типа того, что если не поймут ETF, ну, мы понимаем, что, блядь, вот, отрицель находится на перепутье, что решение SEC может просто решающее значение. Вот, зарождающий, может помешать зарождающемуся рынку. Ну, такой бред, понимаете? Вот, типа, если ETF не поймут, а до этого ETF почему-то не поймали, и рынок рос. Как же так? Вот, интересно, как это? Вот, одобрение биткоина ETF поведет рост к одному ляму долларов. Ну, вот, загоняли два дня назад, час коррекция. Объем частного блокчейн-кредитования повысил 580 миллионов. Ну, то есть, людиськи, вздумайтесь, настолько тупорылые, что они, блядь, берут, взяли кредитов на 600 лямов на криптовалюту. Это охеренно. Ну, может, это киты, понятно, наверное, киты тоже берут. Вот, и есть киты-хомяки, которые обанкротились, там, ну, куча фондов было. Тот же там, по-моему, какой-то он. И Voyager, и SayEros Capital, там еще какие-то компании соскамились, то есть, понимаете? Вот, и Polygon, вот, видите, негативчику подлили, типа, прекратил поддержку инструмента для разработчиков Polygon Edge. Ну, давайте откроем MATIC ради интереса и посмотрим, насколько он там упал. У нас, естественно, произошла коррекция и начали подгонять негативные новости. Ну, то есть, это специально, чтобы толпа не покупала. Вот, потом, соответственно, спекулянты начали перепродавать смартфоны Saga по 5000 долларов. Я не знаю, кому нахер нужна вот этот фуфел, по сути, да? И, как мы понимаем, начали продавать на eBay по цене 2000 долларов. То есть, уже реально проще тот же iPhone купить, и то больше ценностей, и ты его перепродашь. А вот эта вот скамина, она там укатается потом и будет стоить, там, я не знаю, красная цена 1 доллар этому телефону. И ушли по 5000 долларов, а кто-то приобрел даже за 3361. И, конечно же, на момент написания количество бонг там выдавали на 600 долларов. Но мы же понимаем, пока цена бонга на хаях. Вот, ну и толпу прокатят, я думаю, понятно на чем. Поэтому, естественно, ни в какой бонг лес сейчас не надо. Я говорил, что надо фиксироваться, и причем всей котлетой. Поэтому, как мы наблюдаем, уже коррекция прослеживается. Вот, поэтому, ну, я думаю, ясно. Неон, естественно, начинает форсить, объявила об интеграции с DBH, но давайте глянем тот же самый Неон, да. Неон, что у нас, где он торгуется, получается, Неон EVM. Естественно, на хаях, ну и, конечно же, когда монета, блядь, уже дала, давайте глянем, сколько здесь, 15 иксов, надо в нее заходить, правильно? И самое интересное, смотрите, заметьте, спонсорский, то есть они проплатили эту статью, и, естественно, для того, чтобы хомячков загнать. У нас Сева Ванек, который тоже подает на спотовый биткоин ETF, ничто не произойдет биткоин как средство сбережения. То есть, естественно, на данном этапе уже начинают подгонять позитивы, что, ребята, заходим дальше в биточек. Вот, хотя биток при падении, как в марте 20-го, может спуститься вообще там на 18-21 тысячу, да. Даже если дорастет до тех же 60-ти, то есть падение минус 70% туда его и приведет. Я это уже показывал в ролике, ну, вот, можете глянуть, я знаю, где дно биткоина, и это не 9700 ролик называется. Вот, разработчик Dogecoin раскритиковал каплютные и искусственные интеллекты стартапы. Ну, естественно, мы понимаем, что вот эти искусственные интеллекты, тот же GFT, он себя проявит однозначно, поэтому имейте в виду. Ну, вот, кстати, многие загоняют вот FED новости. Помните, выходили, что типа, ребята, давайте, let's go, let's go, заходим. Ну, мы понимаем, что монета тоже уже на хаяк 21-го года. И, в принципе, если можно было в нее заходить, то это надо было делать либо вот здесь, либо вообще вот здесь. Поэтому уже в моменте плюс там те же 8 иксов, здесь это будет около 15. Лучше вот, что взять из перспективного, я говорил, монета ERN, та же самая. То есть, как минимум, она тоже немножко скорректировалась. Даже сейчас, сколько вы можете вот здесь забрать, это, как я говорил, те же там 5-10 иксов. Если вообще вам удастся усоединить данную монету где-то вот здесь, это будет даже около там, ну, на пару иксов поболее. Да, я думаю, понятно. Потом далее, CoinMarketCap у нас оправдывает падение рынка и цена биткоина обрушилась ниже уровня поддержки из-за тока спекулянтов. Типа, спекулянты фиксанули прибыли, поэтому цена упала. Ну, такой бред, понимаете, то есть спекулянты, толпа не может двигать рынок. Двигает рынок у нас, ну, закрытие лонгов, да, это вероятнее всего из-за чего падение. Ну, и паника людей, которые скидывают, да. Вот, ну, кто-то скажет, ну, так вот же, оно же так и сказали. Ну, понятное дело, что не просто, а ликвидация лонгов в основном. В новом году Адам Бек, помните, который говорил, что в течение нескольких месяцев биткоин 100 тысяч долларов, говорит, в новом году точно ждем, точно, 100 тысяч долларов. Ну, как я говорил, это уже вероятнее всего 25-й год и обещает стать периодом возрождения биткоина. Ну, как мы понимаем, чем чаще вот у нас банководство, помните, вот вот эти компании кредитования делали, Servers Capital, Celsius, там Voyager, BlockFi, FTX. И говорит, что, хотя подумайте, утверждение биткоина достигнет 100 тысяч до халлинга совершенно безумно. Ну, до халлинга он же еще ждет, помните, в течение нескольких месяцев. Ну, тот момент, когда я сказал это впервые, цена биткоина составляла 20 тысяч. А сейчас же уже типа 45, ребята, смотрите, аж видите, цена уже плюс 2,5 х почти. Ну, то есть такое-то, ахинея и бред. Поэтому на данном этапе я понимаю, что загоняют, что типа до халлинга будет рост. Ребята, заходим. В 20-м году, в 19-м, в 20-м году было то же самое, просто то же самое. А потом у нас произошел обвал. Произошел обвал, и вы понимаете, у нас цена упала там с 10 тысяч долларов до, получается, 5, да, в марте 20-го. Ну, и как раз-таки на понижении 100. Вот у нас комиссии биткоина достигли 20-месячного максимума из-за NFT. Ну, потому что NFT начали создавать на биткоине. Ну, и как понимаем, во-первых, из-за NFT, потому что часто используют. И, второе, потому что цена высокая. Вот, чем выше цена, тем выше комиссии. Майнеры крипталют накопили биткоина на 420 миллионов в декабре. То есть, опять-таки, киты продолжают копить. Ну, а майнеры, это, скорее всего, в основном китовые, да, какие-то фонды. Goldman Sachs, ну, опять-таки, моя компания, обращайтесь, как я написал в закрытом клубе, заруфлил, да, не веет в рост курса биткоина после одобрения ETF. И говорит у нас, получается, я не ожидаю резкого повышения ликвидности цены биткоина вследствие одобрения ETF. В то же время это может привлечь институтациональных инвесторов к этому классу активов, потому что появится возможность совершать операцию со знакомым продуктом. Ну, блядь, ребят, вот реально, вы серьезно вот думаете, что пока не одобрят ETF, которые одобряли всегда на хаях, то киты не покупают, да. То есть, вот эти фонды BlackRock не покупает, не покупает там Goldman Sachs, не покупает JP Morgan, не покупают там прочие фонды. Buffett тот же самый не покупает через посредников по типу Goldman Sachs, да. Вот, ну, то есть, не покупают. Они вот ждут, вот ETF поймут в 25-м году осенью на пике Буллрана, и вот они начнут покупать. Ребят, ну вы смешные, что ли, или что? Ну, реально, это надо быть просто олигофреном, чтобы в это верить. Но людишки верят, они верят в это, понимаете? Вот что самое забавное, реально, и самое смешное. И мне не жалко таких людей, потому что за тупость нужно платить, понимаете? Вот. Разработчики эфира протестируют обновление Denkum до конца года, видите? Хотя здесь позитив. Вот, падение эфира ниже ключевой поддержки совпало с депозитом Binance 11200 эфир. Не знаю, что это имеется в виду. Ну и получается, вот у нас там Galaxy Digital стала организацией, которая у нас внесла депозит. И вот, соответственно, пугают сейчас, что вот падение, поэтому, ребята, бегом продавать. Ну, то есть, специально, чтобы, видимо, пролить цену еще ниже. Но, как мы видим, эфир выкупают. Google Trends указывают на стяжение интереса розничных инвесторов к биткоину. Вот. И, получается, стал наиболее эффективным у нас криптоактивом. И со стороны крупных игроков получил поддержку таких, как BlackRock. Ну, и оценив статистику, как мы видим, обнаружили, что рынок все еще далек до тех уровней FIE, выраженная спекулятивная активность. А это говорит о том, что надо загнать все-таки цену на 50-60 тысяч долларов, а потом наибнуть ее обратно тысяч на 20. Ну, хотя бы на 25, да? Вот. Но если действительно показать в Google Trends и посмотреть, 27% биткоин, если писать на английском, BTC, если посмотреть здесь на уровне 12, то есть биткоин вообще накуй, да, накуй никому не нужен. Вот. Если глянуть просто биткоин, 22%. Если биткоин и ены, то, соответственно, 32%. Вот эффект, давайте глянем. Эффект нужен кому-то, либо нет сейчас. Ну, эффект на уровне 18. То есть, опять же-таки, если глянуть тема, эффект, ну, давайте, тут разница все-таки имеется. На уровне 24. ЕТХ. Давайте посмотрим. Ради интереса 43. Ну, то есть, да, тут интерес определенный имеется, но давайте глянем, не знаю, там, Binance Coin. Давайте глянем. BNB. Вот. BNB. Нужен ли кому-то BNB сейчас? Ну, тут непонятно, давайте глянем, Binance Coin. Вот, вот так вот, я думаю, оно найдет. Binance Coin, криптовалюта. Вот. Вот здесь на уровне все равно, как мы понимаем, 26. То есть, никому он сейчас не нужен. Вот у нас растущий потенциал АЭйф. Не приведет ли у нас к росту цен? То есть, видите, 15-го числа, буквально 3 дня назад, и нам рассказывали, ребята, ты шо, надо заходить быстрее в АЭйф? Ну, мы же понимаем, что это просто загончик. То есть, 15-го числа. Давайте же глянем, когда это было. На вот этой свечке, блядь. И вот это как раз вынос шартов был. И у нас говорят, что, ребята, потенциал, потенциал к росту. Ну, и давайте посмотрим, ради интереса, был ли тут массовый вынос шартов. Давайте откроем 15-го числа. Вот оно. У нас 772,5 тысячи. Вот так вот бывает. Вот. Потом давайте глянем, что у нас получается вот здесь. Вот. Ада Кардана находится на правильном уровне. И достигнет ли 1 доллара, ребята, 9-ю неделю подряд, быть, бычий рынок у нас по Аде Кардана. И, конечно же, закрытие 70 центов будет означать, что рост Ада продолжится. Но, как мы понимаем, никакого роста Ада сейчас не будет, да. И, как мы видим, 15-го числа вот эти были все позитивные новости ради того, чтобы рабы заходили, да. Вот. 15-го декабря у нас это было. Вот здесь тоже по Айву 15-го декабря. Ну, прям совпадение на совпадение, да. И 15-го числа это что у нас было? Вот у нас начался дамп и говорят, ребята, сейчас немного скорректируемся и летим на доллар. Поэтому, ну, если это даже и будет, то это уже больше шара. Поэтому заходить на хаяк, ну, это дебилизм. Вот. Биткоин достигнет нового исторического максимума через 12 месяцев, говорит генеральный директор Ванек. Ну, давайте посмотрим, что они говорили перед этим. У нас говорил тот же Ванек. Сейчас я найду и посмотрю. Вот у нас. Ничто не превзойдет биткоин как средство сбережения, говорит у нас Ванек. Ну, и получается, прогнозируют, что новый рекордный максимум, получается, будет в следующем году, ссылаясь на его привлекательность. Ну, то есть, по сути, говорит, в конце 24-го мы увидим перехай. Ну, это вполне адекватно и реально, да. Вот это уже более-менее реальный прогноз. Сравнивает биткоин с золотом, оценивая по поводу того, как средство сбережения. Как мы наблюдаем, несмотря на политические риски, надежность биткоинов, предстоящие сокращения вдвое, ну, халвинг, да, поддерживает потенциал значительного роста. Ну, и, по сути, у нас говорится, что начиная с 3000 долларов в 2017 году, цена взлетела до 26 раз. Ну, и, типа, сейчас абсолютно аналогичная ситуация, может быть. Ну, и, как мы понимаем, вот, рост, также эффект 50 миллионов пользователей. И я думаю, что невозможно представить себе такую другую ценность интернет-магазина, которая произойдет биткоин. Это номер один. Потом далее у нас Solana, Saga продаются в 5 раз дороже, чем Apple iPhone. Ну, iPhone в среднем там 1000 долларов. Да, Solana продается за 5000 долларов. Я не знаю, кто их покупает. Ну, наверное, у тех, у кого, ну, как бы, проблемы с серым веществом, либо, наоборот, они сверхразумы, ну, в кавычках, да. Вот, смотрите, 10 километров вниз, 32 километра осталось криптобулран, говорит венчурный капиталист. И выступает за взвешенный у нас подход на нестабильном рынке, подчеркивая, что надо рассматривать как марафон. И, по сути, говорит, что надо принимать взвешенный подход, и большинство людей получат рект до конца, ну, то есть, выкинутых с рынка, потому что они спешат разбогатеть. Не надо относиться к этому как, соответственно, ну, как к спринту, это относиться как к марафону. То есть, холдить, холдить надо. Вот, я говорю, что марафон 42 километра, проехали 10 километров, осталось 32. Ну, на самом деле, так и есть, и, как я говорил, вероятнее всего, подождать надо полтора-два года. Цена интернет-компьютера, конечно же, ICP, которого не упоминали вообще ни разу, у нас сказали, что, вот, ребята, смотрите, цена ICP подросла. То есть, когда цена подросла, до этого, помните, вообще, ноль новостей, просто zero. И все говорили, это скам, это параша, как только монета подросла на 4X, всем резко она стала интересна. Совпадение, да, вот, просто, блядь, до этого 90% на прошлой неделе. И, по сути, сильный отскок от краткосрочной поддержки может провоцировать рост, у нас, окажется, будет продолжение. Ага, надейтесь. Вот, почему только некоторые инвесторы предпочтут биткоин ETF? И говорит, что недавний опрос показывает, что инвестиционные консультанты могут вызвать наибольшие притоки. Вот, только 11% были готовы купить акции биткоина ETF в качестве своего первого вложения в актив. Вот, и 21шек заявила, что популярность любых предложений биткоина ETF будет зависеть от их качества. Как качество измеряется, непонятно. Вот, Injective, конечно же, достигла нового исторического максимума после роста на 2700, то есть 30 иксов почти дала в 23-м году. Ну, и, по сути, мы понимаем, что это чисто шара и уже, ну, по факту, больше рандом, что эта монета продолжила свой рост. Понятное дело, что, естественно, те, кто купили эту монету вообще на днище, они действительно заработали уже там порядка 25-30 иксов. Ну, это единичный случай, понимаете. Монета, по сути, ни хера себе не представляла, никаких ни разработок, ничего там не было. И просто ее помпанули для того, чтобы показать. Ребята, смотрите, монета пошла на перехай 21-го года. Все, альсезон был ран начался. Смотрите, ни хера себе. Ну, и вот, смотрите, открываем вот здесь, даже годовой. Ну, окей, 24% достал, потому что некоторая параша там постреляла. Но по факту, понимаете, то есть некоторые щитки постреляли. Ну, у нас альсезон индекс не 50, не 70, не 90. Понимаете, как это было в 17-м году, в 21-м. Ну, хотя бы даже не 75, понимаете, а 25. И то, потому что какие-то некоторые щитки постреляли. Ну, давайте глянем ради интереса у нас тот же Helium. Да, то есть меня за Helium начали спрашивать. Ну, понятное дело, монета уже дала Экси. Нахера в нее заходить? Надо фиксироваться, как я сказал. Выходите. Вот. Потом, биткоин у нас, последняя новость по поводу того, что остановился ралли биткоина после 8 недель подряд бычьего роста. Наступила ли коррекция? Ну, и по сути, еженедельное ценовое движение. Эндекс RSI показывает слабость, предполагая, что биткоин сейчас корректируется. Несмотря на медвежий прогноз, рост цены выше годового максимума будет означать, что коррекция завершена. Вот. А, ну, как бы, ну, естественно, типа говорят, когда ценовой максимум будет, когда будет 69 тысяч, тогда пора покупать. Типа коррекция завершена. А пока этого не произошло, то нет смысла, да? Или что? То есть что говорят аналитики? Дефицит на CME 40 тысяч. Вот у нас ГЭП и будет восполнен. Ну, может быть, и не восполнен. Поэтому у нас ожидается, что обратно диапазон 30 тысяч долларов не должна вызывать тайвогу и вполне благоприятно для дальнейшего роста в первом квартале 24-го года. Ну, то есть у нас ожидается в первом квартале рост. Ну, и держишь, по-моему-то, ребята, и холминг же в апреле. Поэтому у нас чуть ли не 100 тысяч долларов по биткоину будет уже там, как вы поняли, в этом, в мае, блядь, или до мая, до апреля. Ну, то есть уже, как мы видим, выкупают. Поэтому по эфиру, я думаю, можно прикупаться. Имейте в виду, что если будет обвал, как в марте 2020 года, могут его свозить запросто обратно на 1500, может даже в район вот этой тысячи. Вот, поэтому, если все-таки биткоин взвинтят на тысячи, на тысячи, на те же 60 тысяч долларов, допустим, эфир у нас будет, ну, давайте возьмем, пускай даже 4000. Соответственно, минус тогда, сколько он падал. Давайте посмотрим ради интереса. Здесь он падал в 2020 году на, по-моему, сколько? 60%, да? Ну, давайте ради интереса возьмем даже минус 50. Минус 50% это где-то 2000 долларов. Если минус 60, ну, вот полторы штуки. Если все-таки там падение начнется чуть раньше с трех, то минус 50 это полторы, минус 60 это 1200. Ну, то есть потолок я прожидал бы вот это дно 2020 года. Может быть обновление лая до 750 долларов? Может быть, но маловероятно. Поэтому уже выходят новости типа 650 за эфир. сегодня на его падение. Я думаю, это специально, чтобы люди не покупали. Поэтому смотрите сами. Ну, уже, в принципе, коррекция от хая минус 10%. Да, это копье. Понятное дело, да, мы можем пойти ниже. Но пока что слишком много негатива. Раз, два, получается три. И, получается, было, по-моему, где-то четыре. Вот, продолжает продавать у нас эфир. Четыре негативных новости в англоязычном издании. И в русскоязычном тоже. Поэтому по поводу крипты. Никому она сейчас нахер не интересна. Тот же самый эфир классики, если глянуть, давайте посмотрим. Интересен ли он кому-то сейчас? Никому не интересен на уровне 5. Doggy Coin. Давайте посмотрим по поводу Doggy Coin. Вот, на уровне, получается, четыре. Тоже никому не интересен. Shiba Inu. Давайте посмотрим. То есть, никому эти монеты не интересны. Ребят, на хрях будут интересны? Просто скажите. Вот, я думаю, с этим понятно. Поэтому всем удачи. Всем пока. Пишите, какие монеты разобрать. Ну, а в дальнейшем я буду делать более подробные анализы. Разберем, как и прежде, на вот этом сайте, агрегаторе, да, кучу новостей. И ролик будет где-то на час. Но он и так вышел на 40 минут. Ну, если длинные ролики заходят, лайкуйте, пишите в комментах, какие форматы больше заходят. 30-40 минут, 5-10 минут, либо на час, а то и более. Поэтому всем удачи и всем пока.